Ну, наверное, большинство уже подключилось, поэтому давайте начинать сам вебинар, переходить к его теме. Сегодня я буду рассказывать про защиту Microsoft 365, ну и поделюсь некоторым нашим опытом реализации проектов по защите этого облака. Мой рассказ будет состоять из четырех частей. Сначала мы вспомним, что такое Microsoft 365, посмотрим, какие угрозы связаны с его использованием, посмотрим, какие инструменты предлагает Microsoft для защиты своего облака и в конце поделимся, опять же, нашим практическим опытом того, что мы видели на проектах по внедрению Office 365, какие нюансы связаны с защитой этого облака и как мы поделимся таким нашим обобщенным подходом к внедрению и обеспечению безопасности этой облачной среды. Ну, начнем, опять же, с того, что же такое Microsoft 365. Для обычных пользователей это набор сервисов облачных, и здесь есть такие всем известные Teams, SharePoint и OneDrive, но есть на самом деле множество таких других более узконаправленных, есть сервисы и для малого бизнеса, есть сервисы автоматизации действий пользователей, то есть набор такой достаточно широкий. Но ключевые из них, конечно же, это сервис электронной почты в облаке, это сервис коммуникаций, видео и аудиоконференции и чат на базе Teams, это SharePoint Online, который позволяет взаимодействовать пользователям и совместно работать над документами, и OneDrive для бизнеса, который позволяет пользователям хранить и удобно работать с документами. Но на самом деле вот эти пользовательские сервисы — это не все, что предоставляет Microsoft. Есть еще один очень важный сервис, который остается за рамками работы пользователей — это Azure Active Directory. Этот сервис является, по сути, центром всей облачной инфраструктуры Microsoft, и через него предоставляется доступ для работы с уже сервисами пользовательскими. Но, опять же, этот сервис, он сложнее, чем просто базовое какое-то предоставление доступа созданию учетных записей и назначения привилегий. И помимо того, что он работает с приложениями майкрософтовскими, то есть это Office 365, это Azure, то есть публичная облачная инфраструктура, и оба этих сервиса, они именно работают с Active Directory как приложения подключенные. Также есть возможность подключать множество сторонних сервисов от множества сторонних облачных сервисов. Но и на этом еще не все. Можно также подключать свои собственные приложения, которые разрабатывает организация. Можно интегрировать эту Azure Active Directory, этот сервис с локальной инфраструктурой, подключать какие-то сервисы, развернутые в собственной инфраструктуре организации и интегрировать локальный демент-контроллер с облачным Azure Active Directory. Ну и последний момент, то что можно даже подключить какие-то внешних identity провайдеров для того, чтобы взаимодействовать с внешними пользователями, например, предоставлять им доступ к каким-то приложениям, которые разрабатывает ваша организация. Таким образом, на самом деле видно, что сервис такой сложный, много у него возможностей, много нюансов. И вот если кратко их подытожить, то что он делает? Он управляет учетными записями пользователей, это могут быть как пользователи внутри организации, так и внешние пользователи. Управляет сервисными учетными записями, то есть это учетные записи, которые используются подключенными приложениями для работы с вашей облачной средой. И также управляются устройствами, осуществляется управление устройствами пользователей. Это могут быть как биотустройства, то есть личные устройства пользователей, так и корпоративные устройства. Ну а функции основные – это контроль и предоставление доступа пользователей, то есть назначение привилегий для работы внутри инфраструктуры, назначение административных привилегий и интеграция с локальной директорией и с локальной инфраструктурой. Таким образом, вопрос защиты инфраструктуры Microsoft 365 – это не только вопрос защиты самих приложений пользовательских, то есть приложений, которые доступны в пакете Office 365, но и защита вот этого такого аналога домена в облаке и защита интеграции с локальной инфраструктурой, имеющейся в организации. Отчего же можно защищать всю эту такую большую картинку? Угрозы. Здесь привели такой список наиболее распространенных угроз, которые мы встречаем. Это компрометация учетных записей пользователей, и в облаке эта проблема стоит намного более остро, так как к облаку по умолчанию доступ можно получить из любой точки мира. То есть злоумышленнику намного проще компрометировать и взломать какого-то из пользователей, если он, например, использует какой-то ненадежный пароль. Злоумышленники могут компрометировать конечные устройства пользователей. Опять же, доступ никак не ограничивается. Пользователь может использовать какой-то старый ноутбук для подключения к инфраструктуре организации или использовать незащищенную точку доступа Wi-Fi. Злоумышленник, опять же, может нацелиться на эти уязвимости и таким образом проникнуть в периметр организации. Ну и стандартные атаки через почту. Есть сервис электронной почты. Если его не защищать должным образом, через эту почту злоумышленник может проникнуть распространение вредоносных файлов через облако. Так как есть сервисы облачного хранилища, злоумышленник может выкладывать в них какие-то зловредные файлы и через них компрометировать пользователей. Ну и утечка данных. Злоумышленник может просто, получив доступ к инфраструктуре, или какой-то невнимательный пользователь могут конфиденциальные данные организации загружать на какие-то личные устройства незащищенные или другим способом как-то их, эти данные, компрометировать. Но для того, чтобы не быть голословным, посмотрим такие возможности, которые есть у атакующего для проникновения внутрь вашей организации. Ну, использовать он может, например, опять же, атаку через почту, то есть какое-то фишинговое письмо, нацеленное на пользователя. Может использовать Password Spray атаку, то есть взять список каких-то таких известных слабых паролей и просто попытаться на базу учетных записей, попытаться на них под ними зайти. Таким образом, злоумышленник, если не реализованы должные контроли информационной безопасности, получит управление над учетной записью пользователя, а получив это управление, он, по сути, может дальше уже использовать все приложения, которые подключены и которые доступны для этого пользователя, или попытаться войти даже в локальную инфраструктуру, если какие-то приложения интегрированы с облаком. Дальше злоумышленник может попытаться повысить свои привилегии. Для этого использовать либо сервисные учетные записи, то есть учетные записи приложений, которые подключены к вашей облачной среде. Использовать динамические группы. Это группы, которые на основе атрибутов учетной записи предоставляют привилегии пользователям. Или просто банально использовать социальную инженерию и попытаться как-то администраторов правильными словами предоставить ему повышенные привилегии. Злоумышленник также может просто в облако начать загружать вредоносные файлы и через них попытаться компрометировать других пользователей. Ну, либо может начать просто выгружать все те данные конфиденциальные, к которым у него есть доступ. Загрузив вредоносные файлы или повысив привилегии, злоумышленник дальше может двигаться в сторону компрометации корпоративных рабочих станций. Например, он может это сделать, получив права администратора рабочих станций и загрузив какой-нибудь PowerShell скрипт, который откроет ему управление над рабочими станциями. Либо опять же, загрузив вредоносные файлы в облако, пользователь открывает его, его рабочая станция компрометируется, злоумышленник получает доступ. И отсюда уже у злоумышленника не будет никаких проблем даже выйти в инфраструктуру локальную организации и продолжить свою атаку там. Что самое страшное, наверное, это то, что атаки на облако, они очень плохо детектируются. Имеется в виду, что те приемы и те контроли информационной безопасности, которые много лет уже оттачивались для собственной инфраструктуры, в облаке организации еще не выстроили часто вот эту систему. И проходит до трех месяцев с момента, как злоумышленник получает доступ внутрь облака и до тех пор, как организация выявляет вот эту атаку. И часто это происходит именно, когда злоумышленник уже все свои действия, которые он хотел сделать, реализовал. И просто уже перестает уделять внимание тому, видят его специалисты информационной безопасности или нет. И делает какие-то уже очевидно явные и видные действия. Но все не так плохо с точки зрения атак, потому что Microsoft предлагает богатый набор инструментов, которые позволяют защититься, в принципе, полностью защитить вашу облачную инфраструктуру, если их использовать. Мы их выделили в шесть групп. Первый — это управление учетными записями. Здесь есть инструмент, о котором, в принципе, мы уже затрагивали. Это инструменты интеграции с локальной инфраструктурой. Это позволяет уменьшить, предотвратить дублирование учетных записей, предотвратить вот это раздвоение, по сути, и существование двух отдельных островов с учетными записями. Ну и таким образом снизить риски, что какая-то из учетных записей будет потеряна. То есть пользователь уже покинул организацию, а у него доступ в облако остается. Такие ситуации позволяет предотвратить. Microsoft предлагает инструменты многофакторной аутентификации для защиты пользователей. Предлагает инструменты Conditional Access. Это такой интересный механизм, который позволяет выстроить такой виртуальный периметр вокруг вашей облачной среды. Выстроить его на основе правил, согласно которым пользователи будут получать доступ в вашу инфраструктуру. Например, запретить с личных устройств скачивать какие-то конфиденциальные файлы. Вот такие политики позволяют эти контроли реализовать и защитить доступ. И контролировать то, как пользователи взаимодействуют с облаком. Для анализа рисков, связанных с пользователем, Microsoft предлагает такое коробочное решение. Это Azure Identity Protection. Этот сервис анализирует, то есть использует богатую сеть всяких аналитики Microsoft. и на основе вот этой сети формирует риск, оценивает риск, связанный с конечным пользователем, с входом пользователя и с учетной записью. То есть оценивает, как инициируется сессия пользователя, оценивается, как именно он входит, из какой локации, и много других параметров. Ну и в конечном счете просто выдает вердикт, то есть этот пользователь с высоким риском, этот с средним, этот с низким уровнем риска, а другие там совсем без риска. И этот вердикт можно использовать в организации, опять же, в построении других политик, например, пользователей с средним уровнем риска заворачивать на второй фактор, для того, чтобы подтвердить, что это действительно пользователь получает доступ, пользователей с низким, с высоким уровнем риска, например, блокировать или заставлять сбросить пароль. И есть сервис Privileged Identity Management, который позволяет управлять привилегированными пользователями внутри облака, то есть администраторами. В данном случае Microsoft позволяет автоматизировать процесс предоставления административных привилегий для администраторов и сделать это не так, чтобы администраторы всегда имели весь набор привилегий, а только на необходимое время. То есть администратор подключается, ему нужно выполнить какую-то настройку, он запрашивает расширение своих привилегий, согласно процессу ему это расширение согласуют или не согласуют, наоборот, блокируют, если это какая-то подозрительная заявка. И если все прошло хорошо, он получает свои привилегии, выполняет необходимые действия, привилегии у него забираются. То есть большую часть времени учетная запись привилегий не обладает. Для управления устройствами у Microsoft доступны инструменты Intune, которые позволяют управлять личными устройствами пользователей, то есть контролировать, включен ли антивирус, использует ли пин-код или пароль пользователь для защиты устройства. Также есть инструменты для контроля мобильных приложений, то есть можно блокировать использование сторонних приложений, блокировать копирование или перемещение контента из доверенных приложений, то есть из пакета офиса майкрософтовского, в какие-то сторонние приложения, которые использует на своей машине пользователь. И есть также инструменты Configuration Manager. Эти инструменты позволяют управлять конфигурациями корпоративных рабочих станций, то есть вывести вот это управление корпоративными устройствами в облако. Для защиты данных у Microsoft есть DLP, который позволяет защитить данные от утечки за периметр организации, то есть настроить правила по ограничению распространения и обмена конфиденциальной информацией. Есть сервис Microsoft Information Protection, это такой уже более интересный сервис, так как он выстраивает вот этот уже не в рамках периметра ограничивает использование и передачу информации, а выстраивает эту защиту вокруг отдельного файла. Например, можно, используя этот механизм, зашифровать отдельный файл, например, какой-то договор, предоставить к нему доступ только для определенного круга сотрудников, то есть, например, три пользователя, которым нужен этот доступ для работы с этим договором. Все остальные пользователи или злоумышленник, даже если они получат копию этого файла, они при попытке его открыть авторизуются в Azure AD, если у них нужных привилегий нет, то файл не расшифровывается, и у злоумышленника или пользователей, которые попытались прочитать этот файл, доступов не будет, ничего они с ним сделать не смогут. И для защиты от компрометации данных, то есть от того, что зайдет злоумышленник или какой-то невнимательный пользователь и удалит важные файлы, или зашифруют, или файлы будут зашифрованы, для этого есть ретеншн-политики, которые, по сути, создают такой бэкап файлов, которые вам важно сохранить, позволяют их восстановить в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Для защиты от угроз у Microsoft есть инструменты защиты электронной почты, это Exchange Online Protection. В данном случае Microsoft предлагает защиту от известных атак, то есть это уже выявленные какие-то известные вредоносные файлы, известные адреса и домены, которые используются злоумышленниками. От этого всего спам, фишинг, то же самое, это все позволяет Exchange Online Protection защититься. Если нужна более продвинутая защита, есть Microsoft Defender для Office 365, в данном случае Microsoft предлагает уже доступ к песочнице, в которой проверяются вложения, проверяются ссылки на какие-то уязвимости нулевого дня. И опять же блокируется. И есть инструмент Microsoft Cloud App Security, который позволяет контролировать использование облачных приложений внутри организации. Например, блокировать какие-то действия нежелательные, анализировать в принципе поведение пользователей и выявлять какие-то аномалии, исходя из них создавать какие-то либо алерты, то есть уведомлять администраторов, либо блокировать, например, действия или, опять же, другие контроли использовать, например, второй фактор. С точки зрения управления информационной безопасностью, то есть мониторинга того, что происходит в облаке и управления всеми инструментами, которые мы перечислили, Microsoft предлагает доступ к Microsoft Secure Score. Это инструмент, который автоматически анализирует состояние информационной безопасности в вашем облаке и готовит такой чек-лист рекомендаций, которые вам можно рассмотреть для повышения уровня безопасности. По умолчанию осуществляется журналирование и мониторинг всех действий пользователей внутри облака. Ну и можно использовать доступные инструменты для создания уведомлений о каких-то подозрительных активностях, доступные инструменты для расследования инцидентов информационной безопасности. И также есть более продвинутый такой сервис, это Automated Investigation and Response, в рамках которого Microsoft предлагает готовые плейбуки для реагирования на известные атаки. Например, если приходит письмо с высокой долей вероятности, что оно фишинговое, можно автоматически использовать этот плейбук, настроить его использование, и автоматически такое письмо будет обработано, и согласно определенной логике будут выполнены все действия необходимые. И заключительный блок – это блок соответствия требованиям. Здесь Microsoft предлагает инструмент Compliance Manager, который позволяет автоматизировать процесс оценки в соответствии вашей организации на выполнение тех или иных требований регуляторов. Например, там можно выбрать стандарт PCI DSS, автоматически Microsoft подгрузит контроли, которые входят в этот стандарт, и можно будет в рамках интерфейса проставить, какие из контролей у вас выполняются, как именно вы их реализуете, и в конце выгрузить отчет, в котором будут собраны информации о выполнении всех контролей, согласно этого стандарта. И следующий, такой не сервис, это уже веб-сайт от Microsoft, на котором Microsoft публикует информацию о прохождении аудитов информационной безопасности собственной инфраструктурой Microsoft. То есть здесь видно, насколько сама инфраструктура и приложения, которые Microsoft предоставляет для своих клиентов, насколько они отвечают требованиям тех или иных стандартов. Ну и можно посмотреть свежие заключения аудитов, посмотреть, каким стандартам в принципе соответствует Microsoft, и оценить, насколько эта инфраструктура подходит именно для вас. Ну, опять же, повторюсь, что набор инструментов такой богатый, и на самом деле позволяет защититься от всех, от большинства угроз, которые доступны, которые появляются в облаке. Но важный момент, что по умолчанию многие из этих контролей, они никак не реализованы. То есть это все остается на совести клиента. Важно правильно эти контроли активировать, правильно настроить и использовать в рамках вашей организации. По умолчанию многие из них не используются, соответственно, никакой защиты, никак защиту они не повышают. На этом такой первый блок обзорный мы закончили. Предлагаю чуть вспомнить, о чем мы поговорили. Мы рассмотрели такую архитектуру, можно сказать, облака Microsoft, то есть посмотрели, из каких составных частей она состоит, насколько она действительно сложная, что это не просто какой-то сервис-таск-менеджер в облаке. Это действительно большая сложная инфраструктура с большим количеством приложений и возможностей для злоумышленника. Рассмотрели, как злоумышленник может двигаться по этой облачной инфраструктуре и использовать ее вплоть до проникновения в собственную инфраструктуру организации. И посмотрели на тот набор инструментов информационной безопасности, которые предлагает Microsoft для помощи с защитой облачных сред. Дальше мы поговорим о том, как эти инструменты правильно использовать, какие нюансы есть с их использованием. Но перед тем, как мы к этому перейдем, я предлагаю немножко разнообразить мой такой монолог и предлагаю вам поучаствовать в таком опросике. В 2017, 2018 и 2019 годах Microsoft проводил аналитику по использованию многофакторной аутентификации для глобальных администраторов. Глобальные администраторы – это такие суперадмины, которые имеют полный контроль над инфраструктурой в облаке. То есть они могут выполнять абсолютно любые действия с любыми сервисами, которые доступны в облаке. Ну и, естественно, такие учетные записи являются очень критичными. И Microsoft провел такое исследование, то есть из всех своих клиентов, сколько учетных записей глобальных администраторов используют многофакторную аутентификацию. Но чтобы далеко в историю не ходить, предлагаю вам в 2019 году попробовать угадать, какой процент таких учетных записей использовал второй фактор для защиты. догадки вы можете прямо в чат писать. Посмотрим, кто ближе всех будет. Ну, ну, 0 – это, конечно, хороший результат. Так, 12.30. Ну, вы на самом деле так скромно оцениваете, да, действительно, процент там весьма скромный. Давайте я покажу тогда, что там было на самом деле. В 2017 году, когда проводили первое такое исследование, оказалось, что... Так, что-то у меня не листается. Оказалось, что используют всего меньше 1% таких учетных записей защищены вторым фактором. Но Microsoft и партнеры Microsoft, естественно, проводили такую евангелистическую какую-то деятельность, рассказывали про важность этого второго фактора. Наверняка и вы все прекрасно много раз слышали о том, насколько важно использовать многофакторную аутентификацию для защиты учетных записей, тем более таких привилегированных. Ну и в 2018 году был такой рост замечен, но рост, конечно, картину сильно не изменил. Всего меньше 2% было таких учетных записей защищено. И в 2019-м снова был новый опрос. И вот всего 8%, то есть это было в августе 2019-го, то есть полтора года назад, всего лишь 8% таких учетных записей были защищены вторым фактором. Ну, что же говорить про обычных пользователей, которые используют облачную инфраструктуру. Ну и понятно, что картина с точки зрения роста, конечно, такая хорошая, в 10 раз увеличилось количество пользователей, но все равно, получается, 92% всех учетных записей, учетных записей вот таких очень сильно привилегированных, они уязвимы для атак злоумышленникам. Ну и вернемся после такой небольшой разминочки к нашей теме. В первой части здесь я расскажу о подводных камнях, которые связаны с использованием инструментов Microsoft 365, то есть тех инструментов безопасности, которые предлагает Microsoft. Большинство этих сложностей, которые мы видим в инфраструктурах заказчиков, то есть на проектах, которые мы реализуем, они связаны с управлением учетными записями, но это, наверное, неудивительно с учетом того, насколько сложный сервис Azure Active Directory, что это не просто создать пользователей и назначить им привилегии, а намного больше и сложнее. И с точки зрения управления информационной безопасностью, потому что это накладывает определенные особенности с точки зрения мониторинга, с точки зрения управления информационной безопасностью, и не всегда заказчики уделяют этому должное внимание. С точки зрения защиты данных, управления конечными устройствами, защиты от угроз, здесь, в принципе, достаточно понятная история, понятные риски, и тут мы таких частых проблем не видим. Ну и пойдем по порядку. С точки зрения управления учетными записями. Но первое, самое очевидное, о чем я только что еще раз говорил, это многофакторная аутентификация. Важно ее использовать как минимум для администраторов, для доступа администраторов. Желательно использовать для всех пользователей. Это не обязательно означает, что пользователи на каждый вход будут подтверждать вторым фактором каждый вход. Можно использовать его для входов, каких-то связанных с повышенным риском. Например, когда пользователи используют личное устройство или входят из внешнего периметра, то есть не из сети организации, а откуда-то снаружи. И важно блокировать регистрацию второго фактора, то есть это вот что сильно менее очевидно, блокировать регистрацию многофакторной аутентификации, из внешних сетей или устройств недоверенных. Но здесь логика достаточно банальная. Если вы включили многофакторную аутентификацию в организации, а злоумышленник вошел раньше, чем зашел пользователь, то регистрировать многофакторную аутентификацию будет уже злоумышленник, а не тот пользователь, которого она должна защищать. Ну и, естественно, здесь проблем появляется больше, чем решений. Так, следующий момент – это блокировка устаревших протоколов аутентификации. Эти протоколы не позволяют использовать второй фактор, не позволяют защищать сами сессии на основе правил. И на самом деле в большинстве случаев именно эти протоколы используют злоумышленники для взлома учетных записей пользователей. Поэтому важно их отключить, если они у вас уже используются в организации, посмотреть, какие пользователи их используют, и как-то проработать плавное отключение и уход от использования этих протоколов. С точки зрения управления привилегиями администраторов важно назначать только необходимые им привилегии. Часто мы видим, что, чтобы не заморачиваться с большой такой ролевой моделью, которую предлагает Microsoft, то есть там порядка 40, наверное, ролей администраторов, в которой нужно изучать, какие у них возможности есть, что они могут делать, что нет. Часто, чтобы с этим не заморачиваться, всем администраторам предоставляют просто глобального администратора, то есть полный доступ для выполнения каких-то базовых функций. Ну и, естественно, это значительно повышает поверхность для атаки злоумышленникам, то есть возможность злоумышленника компрометировать вот эту высоко привилегированную учетную запись. И следующий момент – это использование учетных записей, выделенных для администраторов, то есть чтобы администраторы не использовали электронную почту или не сидели в ТИМЗе, обладая всеми привилегиями, а использовали их только в необходимое время, то есть когда им нужно что-то настроить, нужно какие-то изменения внести, они входят под этими учетными записями, делают необходимые изменения, а все старшееся время работают под базовыми учетками без этих доступов. Продолжая разговор про учетные записи и доступ, важно контролировать сервисные учетные записи, то есть это те учетные записи, которые используют приложение для доступа в вашу облачную инфраструктуру, то есть им также назначаются какие-то привилегии, согласно которым они могут действовать внутри этой инфраструктуры. Ну и здесь важно как минимум отключить регистрацию сторонних приложений для пользователей, то есть по умолчанию пользователь может подключить какое-то стороннее приложение, которое будет работать внутри вашего периметра от лица этого пользователя. Ну и злоумышленники опять же могут нацеливать каких-то уязвимых пользователей, невнимательных, предлагать им возможность регистрации какого-то приложения и потом через него действовать внутри инфраструктуры организации. Важно ограничивать гостевых пользователей, то есть это те пользователи, которые не привязаны к вашему домену, домену вашей организации, а пользователи сторонние, то есть тут может быть и какие-нибудь учетные записи из Яндекса, то есть из Яндекс.Почты, то есть любые учетные записи внешние, которые никак не контролируются вашей организацией. Возможность подключения таких пользователей важно ограничить для ваших пользователей внутри организации, то есть не очень хорошая идея, когда любой пользователь внутри вашей организации может подключать внешних пользователей, хотя по умолчанию это как раз так и включено, если галочки не отключить, то пользователи смогут приглашать гостей, которые смогут ходить по вашей облачной инфраструктуре. И ограничивать важно разрешение таких гостевых учетных записей, то есть ограничивать им доступ как минимум к просмотру вашего каталога в облаке, то есть тех учетных записей, которые там созданы, ну и дальше ограничивать те действия, которые они могут выполнять в рамках инфраструктуры вашей. Следующий момент, который часто упускают, это защита коннектора для организации вот этой гибридной инфраструктуры, то есть вот коннектора Azure AD Connect. Он позволяет, как я уже говорил, синхронизировать учетные записи из локального домена в облако. И у него есть права, у этого коннектора есть права на репликацию вашего локального домена. Поэтому этот компонент, он становится такой же критичной частью инфраструктуры, как и ваш домен-контроллер. Но часто на это не уделяют должного внимания и относятся к нему, как просто поставили какой-то коннектор, ну и так сильно его не мониторят. Но на самом деле, если перехватить доступ над ним, то, по сути, злоумышленник сможет создать копию всего вашего каталога, посмотреть всех пользователей, все их пароли и дальше делать с этой информацией все, что захочет. И последний момент с точки зрения управления доступом – это отключение для пользователей доступа к интерфейсу Azure Active Directory и к выполнению команд PowerShell. Опять же, по умолчанию это не ограничено. Любой пользователь может зайти на портал Azure Active Directory и, например, посмотреть всех пользователей, которые у вас в организации созданы. Которые у вас в организации созданы, а злоумышленники могут использовать Azure Active Directory или PowerShell для того, чтобы провести, посмотреть, что у вас используется в организации, какие пользователи какими привилегиями обладают и дальше, соответственно, проводить атаку. И вторая зона, где мы выявляем недостатки – это управление информационной безопасностью. Здесь важно мониторить действия глобальных администраторов. Уже много раз сказал, насколько эти администраторы важны. Важно контролировать, что они делают, какие изменения они реализуют, как они подключаются в вашу инфраструктуру. Важно контролировать сервисные учетные записи, то есть учетные записи приложений, смотреть, какими привилегиями эти учетные записи обладают, не происходит ли изменений в этих привилегиях, то есть злоумышленник может попытаться имеющееся приложение, выдать ему какие-то дополнительные доступы и за счет контроля вот этого приложения попытаться дальше двигаться внутри вашей инфраструктуры. И контролировать владельцев приложений. Опять же, если есть приложение с каким-то повышенным доступом, владельцем этого приложения является обычный пользователь, это означает, что обычный пользователь может использовать все привилегии этого приложения. Ну и заключительный момент, о котором тоже часто забывают, это проработка процессов информационной безопасности в облаке. Важно обучать людей, важно разрабатывать процессы для реагирования, для расследования инцидентов в облаке. Если этого не делать, опять же, контроль и толку будет мало от всех реализованных вами ранее контролей, потому что может что-то происходить нехорошее внутри вашей среды, но если это никак не контролируется, если никто не знает, как на это реагировать, то есть как там блокировать учетные записи, и как расследовать инциденты внутри облака, то возможности для защиты от этих атак будут очень ограничены. Ну и проговорив про такие подводные камни и моменты, которые часто упускают, посмотрим на то, как мы, на такой процесс, упрощенный внедрение инструментов информационной безопасности в Office 365. Мы здесь использовали, отталкивались, на самом деле, от такой базового трехступенчатого процесса Microsoft, где они тоже пишут про 30 дней, 60 дней и дальнейшее развитие. Отталкивались от него, просто приземлили это чуть больше на специфику, на конкретные контроли, и добавили такой предварительный важный этап, это этап планирования. Ну и в ходе планирования, с него мы начнем, важно сформировать подход по защите Office 365, то есть понять, как ваша организация использует или планирует использовать эту инфраструктуру, будет ли это, в первую очередь, переходите вы на нее, например, для использования ТИМЗа, или, в первую очередь, вам важна электронная почта или облачное хранилище. В зависимости от этого будут меняться и приоритеты с точки зрения защиты. Важно это все оценить, учитывать. Важно на первом шаге ограничить использование этой облачной инфраструктуры, то есть ограничить количество пользователей, которые смогут в рамках нее, которые смогут ее использовать, ограничить их привилегии и возможности. Нужно это все проработать, чтобы это, с одной стороны, не мешало основной цели внедрения в Office 365, но, с другой стороны, позволило контролем информационной безопасности как-то догнать и адаптировать вот это использование, чтобы правильно контролировать и защищать все эти действия. Ну и, опять же, важный момент, что важно изучать и использовать те возможности, которые предлагает Microsoft. То есть смотреть, как работает Active Directory, смотреть, как работают инструменты безопасности в облаке, оценивать их и планировать их использование внутри вашей организации. На следующем шаге приоритетами становится это, опять же, ограничение поверхности для атаки и защита учетных записей, потому что это самая критичная вещь, наверное, с точки зрения облачных приложений, потому что, если, например, в собственной инфраструктуре компрометация учетных записей может быть компенсирована тем, что злоумышленнику, чтобы эту учетку использовать, нужно как-то проникнуть в сеть, зайти в периметр организации. В случае с облаком этого ничего не требуется, можно подключиться откуда угодно, поэтому компрометация учеток – очень важный момент, который нужно учитывать. Поэтому в первые 30 дней важно реализовать вот эти все базовые контроли по защите. Это многофакторная аутентификация, отключение устаревших протоколов, потому что если их не отключить сразу, пользователи могут начать их использовать в рамках каких-то приложений, потом будет их сложнее отключить, проще сразу заблокировать и потом разрешить, чем сначала разрешить, а потом это отбирать. Важно контролировать привилегии действий администраторов, то есть что они делают, как они делают, и все ли там в порядке. Контролировать сервисные учетные записи, то есть это многие контроли, о которых я проговорил ранее с точки зрения нюансов. Ограничивать возможности гостевых пользователей внутри вашей инфраструктуры, защитить коннектор Azure AD Connect, регулярно проверять панели мониторинга, которые предоставляет Microsoft, то есть есть Microsoft 365 Security Center, в рамках которого осуществляется мониторинг, и есть панель с аналитикой, потому как используется Office 365 у вас в организации, сколько пользователей входит, как они входят и так далее. Ну и в рамках него можно увидеть какие-то аномалии и как-то вовремя на них среагировать, то есть реализовать какой-то дополнительный контроль, если это сами пользователи наши начали что-то делать нехорошее, либо, если это действие злоумышленника, как-то на них среагировать, заблокировать. Ну и важно ограничить общий доступ к OneDrive и SharePoint. В рамках этих сервисов можно ограничивать, как будет предоставляться общий доступ внутри организации. Например, там можно сделать возможность поделиться ссылкой, и все, у кого будет эта ссылка, смогут получить доступ к контенту. Это, конечно, не очень безопасно, поэтому на первых шагах стоит рассмотреть вообще ограничение распространения файлов только внутри вашей организации, то есть ограничить возможность предоставления доступа для внешних участников. Таким образом, в рамках первых 30 дней мы реализуем защиту учетных записей, реализуем базовую защиту данных внутри облака, так как ограничиваем их распространение, и начинаем как-то реализовывать контроли информационной безопасности внутри облака, то есть начинаем смотреть, на какие действия важно обращать внимание внутри облачной инфраструктуры, где и как их мониторить. В рамках следующего шага реализуются уже полноценные контроли по защите данных, осуществляется защита от внешних угроз настройка, и выстраиваются процессы информационной безопасности. Здесь на что стоит обращать внимание, это реализация политик условного доступа, то есть выстраивание такого дополнительного слоя для защиты доступа и действий пользователей внутри вашей инфраструктуры. Это реализация политик защиты электронной почты на базе Exchange Online Protection, то есть настройка политик защиты от спама, от фишинга. Это интеграция с вашей системой мониторинга, централизованной системой мониторинга, чтобы вся аналитика по тому, что происходит внутри облака, собиралась в едином месте, можно было за этим за всем следить и правильно реагировать, и вовремя реагировать. Важно настроить политики защиты данных. Это механизмы DLP от Microsoft и Microsoft Information Protection, который, как я уже говорил, позволяет реализовать защиту вокруг конкретных отдельных файлов. Важно выстроить процессы мониторинга и реагирования на события информационной безопасности в облаке, то есть, опять же, исходя из той аналитики и той информации, которую предоставляет Microsoft, исходя из тех возможностей, которые там есть, исходя из тех интерфейсов, которые доступны, важно это все проработать и реализовать вот эти процессы, что вы будете делать, если учетная запись будет компрометирована, на что вы будете делать, если будет замечена какая-то подозрительная активность внутри OneDrive. Это все важно проработать, чтобы в случае чего можно было грамотно и четко на это среагировать. Важно реализовать мониторинг почтовых ящиков на подозрительной активности. Например, часто злоумышленники реализуют правила пересылки электронной почты, то есть, они получают доступ над электронной почтой какого-то пользователя и настраивают правила по автоматической отправке почты на контролируемые злоумышленникам почтовые ящики. Но это важно отслеживать, смотреть и предотвращать. И также рекомендуем анализировать рекомендации Microsoft по повышению информационной безопасности, то есть, это Microsoft Secure Score, это рекомендации Microsoft, оценка автоматическая вашей среды, и в рамках которой Microsoft рекомендует реализовать те или иные контроли, которые могут повысить уровень информационной безопасности в вашей организации. Полезно туда заходить, смотреть, какие из этих контролей действительно у вас целесообразны для вашей среды, какие из них стоит реализовать, ну а какие-то может отсеять. И заключительный этап, который на самом деле такой бесконечный и продолжительный, будет продолжаться все оставшееся время, это развитие, постоянное улучшение системы безопасности внутри вашей облачной среды. Здесь важно делать регулярную оценку того состояния информационной безопасности, которое у вас сейчас есть, то есть оценивать те контроли, которые у вас реализованы, насколько они действительно защищают вашу инфраструктуру, то есть смотреть, то есть не просто настроить эти контроли, но и посмотреть, насколько они влияют на действия пользователей. Возможно, что-то вы заблокировали, и пользователи или злоумышленники нашли какой-то альтернативный и обходной путь по тому, как этот контроль обойти. Важно это все смотреть и оптимизировать. И с точки зрения конкретных рекомендаций, здесь важно, что смотреть, опять же, на рекомендации от Microsoft на оценки, которые он готовит, периодически туда заглядывать, смотреть, что поменялось. Оптимизация политик, я уже сказал, улучшение процессов информационной безопасности, опять же, их нужно отрабатывать, периодически устраивать какие-то проверки, смотреть, насколько они действительно отвечают требованиям вашей организации. Здесь стоит настроить политики ретеншена, то есть политики бэкапирования каких-то критичных для вашей организации файлов, чтобы в случае их потери можно было восстановить. Стоит реализовать контроли для управления конечными устройствами, то есть контролировать то, с каких устройств могут подключаться пользователи, могут подключаться пользователи и какие действия они могут выполнять. И регулярно анализировать важно обновление Office 365, то есть смотреть, что Microsoft реализует, какие изменения происходят для существующих сервисов, и исходя из этого, дорабатывать, опять же, контроли. Потому что облачный сервис от Microsoft, он постоянно без остановки развивается, то, каким он был год назад, это уже не то же самое, что сейчас. Поэтому важно с регулярной периодичностью анализировать, что поменял Microsoft, какие контроли он, например, добавил, какие инструменты, что он, наоборот, может быть, изменил, и исходя из этого адаптировать вашу систему безопасности. Такой наш упрощенный процесс внедрения, то есть то, как мы смотрим, то, как мы расставляем приоритеты с точки зрения защиты облачных средств Microsoft, когда мы помогаем нашим заказчикам и клиентам. Ну и закончить свое такое повествование я бы хотел тремя ключевыми идеями. В принципе, все вот эти нюансы, все контроли вы сможете посмотреть потом в записи или в презентации, которая будет разослана. Но главное, что, наверное, стоит, что хотелось бы, чтобы осталось после моего такого рассказа, это то, что первая инфраструктура облачная — это расширение вашего IT-ландшафта. Это, на самом деле, связано не только с Microsoft 365, но и, в принципе, с любым другим сервисом. Это расширение вашего IT-ландшафта в облако. Если злоумышленник проник туда, ему уже будет намного проще проникнуть в вашу инфраструктуру организации и дальше по ней распространяться. То есть даже если в облаке осуществляется какая-то некритичная деятельность, все равно, попав туда, злоумышленнику уже будет на порядок легче дальше продвигаться и проходить. Следующее — это то, что у Microsoft есть очень богатый набор контролей. То есть, в принципе, можно защититься от абсолютного большинства атак на инфраструктуру облачную, но важно эти контроли реализовывать. Они не включены по умолчанию, не стоит ожидать, что Microsoft защитит вас от всех бед. То есть это все остается на совести клиента, как и в случае с каким-нибудь там Windows-сервером. Microsoft предоставляет защищенную инфраструктуру, то есть обеспечивает защиту вот этого Windows-сервера, но то, как вы его внедрите, как вы будете предоставлять доступ к нему, остается уже на вас. То же самое и здесь. Инструменты есть, нужно их правильно настроить под ваши задачи. И последнее, то, что все-таки информационная безопасность – это не только технические решения, не только те инструменты, которые Microsoft предлагает, но и люди, и процессы. То есть важно обучить людей, которые работают с облаком, о его особенностях, о том, что нужно делать по-другому, на что обращать внимание. И важно адаптировать процессы информационной безопасности, которые у вас в организации используются под особенности облака. То есть под те инструменты, которые доступны в облаке, под те особенности. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. И тут мы переходим к ответам на вопросы. Поэтому, если у вас какие-то вопросы остались, вы можете задавать их. Так, первый вопрос. Как запретить скачивание облачных файлов с личных устройств? Для этого есть conditional access политики, о которых я уже говорил. То есть в рамках них можно настроить... Ну, то есть там есть контроли, которые позволяют определенные действия блокировать. Либо можно, в принципе, заблокировать... Ну, то есть тут зависит от ваших задач. Можно либо, в принципе, заблокировать доступ с личных устройств, либо заблокировать конкретные действия. Например, заблокировать использование приложений там десктопных и мобильных, разрешить доступ только через браузер и в браузере заблокировать скачивание файлов. Либо для приложений, Приложения, если пользователи используют приложения, для них опять же реализовать политики, которые будут ограничивать их действия. То есть через Intune можно, например, блокировать копирование какой-то информации во внешние приложения, ну или просто скопировать куда-то вставить в другое приложение уже не получится. Это можно все реализовать. Так, Евгений спрашивает, как защитить коннектор Azure AD? Да. Сложный вопрос здесь, ну то есть простой ответ на него в том, что реализовать такие же меры защиты, которые вы используете для вашего домена, контроллера доменов. Потому что по сути это вот сущности равнозначные с точки зрения рисков информационной безопасности. Наверное так. Ну а в деталях тут может все очень сильно варьироваться. Так, опять же, возможно ли использовать DLP от других вендоров? Да, есть много решений, которые подключаются к облачной инфраструктуре. То есть есть встроенные, которые Microsoft предлагает, а есть в принципе много, в принципе, все такие ключевые вендора информационной безопасности. Они уделяют большое внимание офису 365, потому что это прям огромный сервис, огромное количество организаций и пользователей, которые этим сервисом используются. Поэтому у всех ключевых вендоров есть какие-то решения, которые позволяют эту инфраструктуру защищать. Какой тип интеграции с HRAD наиболее безопасный? Ну, чаще всего используют password hash synchronization. То есть там есть три типа синхронизации. Это password hash synchronization, это pass-through synchronization и ADFS. В первом случае отправляются хэши, хэши и пароли в облако. Это позволяет, ну, с одной стороны, управление все учетными записями осуществляется из локальной директории, то есть она становится мастером, и все изменения в ней потом дублируются в облако, отправляются. С другой стороны, позволяет в случае чего, если нарушена будет сетевая связанность или еще какие-то другие проблемы, позволяет всегда подключиться к облаку, то есть нет никакой зависимости от локального домена. Ну, то есть если есть какой-то перерыв в этой связанности между облаком и локальной инфраструктурой, это никак на доступность не повлияет. В случае pass-through synchronization тут уже авторизация отправляется из облака Microsoft на локальный домен. Здесь важно делать уже отказоустойчивость, чтобы вот эта авторизация проходила. Иначе, если там что-то упадет или станет недоступным по другой причине, пользователи не смогут в облако заходить. Ну и с ADFS здесь просто доверие между доменами, то есть тут все понятно. С точки зрения безопасности здесь нужно просто оценивать ваши риски. В принципе, password hash-sync, он ничем не более уязвимый, чем другие. То есть тут больше уже, как вам спокойнее, с чем вы готовы мириться, с чем нет. Подайте задачи, подайте уже специфику и нужно подбирать. В принципе, рекомендуется всегда вот самый простой, да, password hash-sync, который используется. Ну и его в достаточной мере можно защитить, то есть никаких там рисков, в принципе, критичных не должно быть. И вроде как говорят в чате был вопрос. Ну, с точки зрения доступности инфраструктуры майкрософтовской здесь, конечно, как и с любой другой инфраструктурой, есть определенный процент по доступности, да. Ничто не может там стопроцентно поддерживаться, стопроцентно быть доступным, ну а если это и будет доступно, то оно будет стоить огромных денег. Поэтому тут важно, конечно, ну то есть сервисы майкрософта, они хорошо защищены, хорошо организованы, но ничто у нас в мире, ну то есть это может быть даже не связано с самой инфраструктурой майкрософта, а может какая-то с точки зрения провайдера ошибка быть. То есть тут всегда есть такие риски, но майкрософт делает, в принципе, многое для того, чтобы от них защититься. И, наверное, его инфраструктура будет значительно более там доступной или защищенной, чем инфраструктура какой-то другой компании, потому что все-таки ресурсы у майкрософта огромные для того, чтобы на это направлять. Так, как защитить коннектор? Ответил. Организовать, в принципе, пересылку или ограничить, в принципе, пересылку? Да, ограничить пересылку с почтовых ящиков можно, ну то есть это в настройках Exchange Online можно реализовать, в принципе, без проблем. Так, поддерживает все ли виды мобильных операционных систем MDM? Ну, Android, iOS и Windows, Mac он поддерживает с точки зрения Linux, не готов ответить. То есть тут можем уже подключить наших специалистов, посмотрим, какие там ограничения есть, что можно делать, что нет. Но, в принципе, основные все есть. Так, вопрос передачи персональных данных, учетные записи пользователей в AD, Azure с размещением, в том числе за пределами РФ, при интеграции с AD он прям. Ну, в целом у нас по защите перс данных ограничивается только такая первичная обработка, да, то есть она должна всегда осуществляться на территории РФ, и копия всегда, ну то есть мастер всегда должен быть на территории РФ. Если, соответственно, происходит просто синхронизация, в принципе, это никак там явно не ограничивается. И никаких проблем быть не должно. Вот, если же у вас инфраструктура Office 365 используется для каких-то бизнесовых процессов, в рамках которых, например, там данные клиентов напрямую туда загружаются и там обрабатываются, здесь уже могут быть нюансы. То есть тут нужно быть уже поосторожнее, но с точки зрения данных в AD проблем быть никаких не должно. Какая зависимость в отношении географического расположения серверов? Есть ли проблемы переноса серверов, расположенных в облаке от одного партнера Microsoft к другому? Так, Олег, пожалуйста, уточните ваш вопрос, что имеется в виду от передачи сервисов от одного партнера к другому? То есть, в принципе, вся инфраструктура, она поддерживается Microsoft, то есть он ее предоставляет сам. То есть это не какой-то провайдер, который ее предоставляет. Но если мы говорим про Office 365, поэтому тут все управляется Microsoft и никаких здесь. С точки зрения партнеров ограничений нет и, в принципе, вопрос не возникает. С точки зрения геолокации действительно есть много точек и есть вариант с переносом, но это очень ограниченные такие возможности. То есть, в принципе, Microsoft по умолчанию такого не предоставляет, но есть процесс, согласно которому можно написать заявку, что вот перенесите данные моей вот этой облачной инфраструктуры из, например, Европы куда-нибудь там в Америку, например. Но на нашей практике никто таким пока что не пользовался. Не могу сказать, какие там могут нюансы возникать. Так, на каких ТП начинается поддержка МДМ? Так, а можете, пожалуйста, Андрей, пояснить, что такое ТП? Я сам не знаток по МДМу, у нас инженеры этим занимаются. Опять же, и тарифный план. А, тарифный план, это начинается с EMS E3. Это, ну, если мы говорим про Enterprise, Enterprise лицензии, это Enterprise Mobility and Security. Если пакетом брать, и в рамках него появляются, становятся доступными conditional access политики и многие другие критичные инструменты безопасности. То есть мы, в принципе, рекомендуем всегда рассматривать вот этот пакет для повышения защиты. Потому что если брать только базовый Office 365, то там, конечно, контролей никаких не будет. Там можно только включить преднастроенные такие дефолтные политики. Они позволят защитить инфраструктуру, но как-то этим управлять возможности будут ограничены. Вот, так что в EMS E3 это доступен Intune, либо его можно купить, по крайней мере, раньше было, можно было купить отдельно. То есть именно Intune, но это можно там уточнить, посмотреть у Microsoft. Так, коллеги, вопросов больше не вижу. Если есть какие-то дополнительные, могу ответить. Давайте еще там немножко подождем. Если кто-то печатает. Так, вот большой вопрос от Виталия. Уже существует наземная инфраструктура и свои системы безопасности. Почтовые шлюзы, форспоинт и DLP. То придется также докупать еще и модули в Office 365, увеличивать стоимость инфраструктуры. С существующими наземными системами все не так просто. То есть можно трафик, в принципе, заворачивать на наземные системы и таким образом его обрабатывать. Но, конечно, это будет, наверное, не самый оптимальный вариант и с точки зрения задержек, и с точки зрения того количества трафика и тех нагрузок, которые будут на вашу систему наземную прилетать. То есть, в принципе, это можно сделать, но это скорее такой случай. Ну, то есть, лучше это реализовывать для каких-то, действительно, для какого-то критичного трафика, для каких-то связанных с риском сессии или подключения. Но, в принципе, да, вот так вот можно заворачивать на DLP, например. Единственное, что для этого, мне кажется, нужен Microsoft Cloud App Security сервис, потому что через него осуществляется пересылка. А он доступен, ну, то есть для него все-таки его потребуется покупать расширенную лицензию, то есть он в базе недоступен. Курсы по безопасности Office 365. Знаете, мы изучали на основе документации, на основе вот тоже кучи курсов пересмотрели, но такого вот, чтобы... Просто это действительно очень масштабная такая система с большим количеством механизмов и инструментов, которые в ней включены. Поэтому, чтобы как-то вот прям полностью по всему пройтись, и чтобы это как-то было за, там, условно, за три часа, такого не получится. Ну, то есть, чтобы прям понять все нюансы. Тут нужно прям изучать, пробовать, работать с этим, и тогда какая-то экспертиза появится. Но, опять же, я не проходил каких-то платных курсов, поэтому не могу сказать. Возможно, есть какие-то платные обучения, которых, там, условно, за неделю сделают из вас эксперты. А так, видео, то есть, обучалок от Microsoft, документации от Microsoft, это все есть. Гуглиться вообще без проблем. То есть, если какие-то конкретные вопросы, какие-то конкретные вопросы с работой того или иного функционала, в принципе, материалов очень много. Но, да, разбираться нужно с этим, все это изучать, перекапывать. Тут никуда не деться. Так, коллеги, вопросы закончились. Спасибо большое, что все подключились. Как я уже сказал, запись и презентация, мы их вышли в течение нескольких следующих дней. Поэтому большое спасибо. Так, давайте вот от Виталия еще раз. Ну, то есть, если переходить полностью на клауд, то придется и покупать модули защиты Office 365 в расширенной подписке. Наверное, самый простой ответ – да. То есть, никуда не деться, свои какие-то инструменты вы в дата-центр Microsoft принести не сможете, и как-то их так интегрировать не получится. Можно, например, попытаться заворачивать трафик через сетевой периметр организации. Например, разрешить доступ в офис только через вашу сеть. То есть, пользователи, чтобы подключиться к офису и работать с ним, должны будут, используя, например, VPN, сначала подключиться в вашу сеть. Можно так попробовать. Ну, то есть, здесь много нюансов. Если, ну, то есть, в принципе, готовы, напишите нам, если такой вопрос остро стоит. Будем рады поразбираться, посмотреть на ваши задачи, на то, что у вас используется. И у нас опыт есть и по on-premise решениям огромный, и по облаку. Поэтому подберем под вас оптимальный какой-то вариант. Еще раз всем спасибо, хорошего вечера. До свидания.